Причиной может быть только одна причина. Это опасение за санкции в отношении самих банков, которые широко раскроют ворота для российских клиентов. Органские банки, естественно, этот страх испытывают, они не хотят быть объектами санкций, а они, работая, соответственно, со своими банками-корреспондентами за рубежом, особенно когда речь идет о долларовых корсчитах Соединенными Штатами, которые очень жестко пытаются наказывать посредников, что, в общем, не самая красивая форма ведения бизнеса. И поэтому здесь, если есть вот такая избыточная осторожность, а это не более чем осторожность, на самом деле желание обслуживать российских клиентов, очевидно, это выгодно. Это сегодня довольно серьезный бизнес для армянских банков. Но из-за того, что они боятся после этой выгоды получить издержки, уже связанные с санкциями, они начинают выставлять соответствующие барьеры, чтобы, что называется, либо отсечь клиента, либо окупить те риски, которые могут возникнуть в случае предъявления им санкций. Ну вот они выкручиваются очень простым, вы сами уже назвали этот метод. Это не выкручивание, а это некоторое исследование формальным требованиям, когда они говорят, нет. Если вы имеете место прописки, регистрацию, житие в Армении, значит, вы в данном случае клиент армянского банка не потому, что мы способствуем обходу российских санкций, а мы обслуживаем своих клиентов. Это наш клиент, он здесь живет, здесь работает, мы его обслуживаем. Поэтому предоставьте, где вы живете, предоставьте, соответственно, договор аренды или документ о собственности недвижимости, и мы вас обслуживаем как нашего клиента. А если вы всего этого предоставить не можете, значит, скорее всего, вы используете территорию Армении для того, чтобы скрыть ваши истинные российские корни. И вот получается, это формальная защита армянских банков от возможных санкций, чтобы если им кто-то предъявил претензии, они бы сказали, подождите, а в чем претензии? Мы обслуживаем своих либо сограждан, либо своих клиентов, которые имеют здесь вид на жительство и живут, арендуют жилье и имеют здесь бизнес, поэтому не приставайте к нам. То есть они себе обеспечивают такую форму защиты перед потенциальными санкционерами, которые будут им предъявлять претензии.